Рад приветствовать вас дорогие зрители на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Вечер 10 июня 2023 год. Центральная площадь. Замечательные фонтаны. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Посмотрим сколько людей в центре. Войдем к морю, полюбуемся морским простором и обсудим актуальные новости. Сегодня в течение всего дня в Анапе было достаточно таки пасмурно. Ранним утром шел дождь. Ну и в течение дня тоже был моросящий дождь. И вот ближе к вечеру небо стало постепенно расчищаться. И даже начало светить солнышко. Ощущается, чувствуется то, что где-то рядом, вот неподалеку от Анапы, километров может быть в 20, уже идут дожди. Но до Анапы какие-то серьезные дожди сегодня не находили. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает то, что температура воздуха днем будет от плюс 23 до плюс 26 градусов в тени. Видите, как начинает фонтан резко брызгать. Люди не успевают даже отскочить. И все следующие 10 дней по прогнозу обещается, что будет перемена обычно с проснениями. Один из 10 дней ближайших ожидается дождик. Ну в реальных прежних условиях до плюс 30 градусов. В безветренные и маловетрные дни вполне себе возможно. Но тем не менее это не жара жаркая, это вполне таки умеренная температура воздуха. То есть июнь в этом году пока что не жаркий у нас, относительно не жаркий в Анапе. Центральный парк развлечений и аттракционов. Достаточно много людей гуляет. В принципе в Анапе уже очень много людей. И с каждым днем, мне кажется, все больше и больше становится людей в Анапе приезжает. У нас в Анапе произошло ЧП. Стрельба в Анапе в отеле была 10 июня 2023 года. Около часа ночи из одного из отелей в селе Суко, города Анапа, поступило сообщение о стрельбе из пистолета. На место незамедлительно прибыли полицейские. Между постояльцами отеля, жителем Ростова-на-Дону, 1985 года рождения, и краснодарцем, 1996 года рождения, произошел конфликт, в ходе которого ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца. Оружие находилось у стрелявшего на законных основаниях. Он задержан, пистолет изъят. Медики оказали пострадавшему разовую помощь и назначили амбулаторное лечение. На месте происшествия сотрудники полиции провели работу. Дознаватель усматривает в действиях стрелявшего состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Но в итоге тот парень, в которого попались травматические пистолеты, лишился двух пальцев на руке. И вот сколько сегодня людей уже гуляет по парку. И уже даже небольшая очередь на колесо обозрения стала образовываться. Очередь характерна как раз таки в летний курортный период. И вот у нас в Анапу приезжает больше людей, чем это было в прошлом июне. А вот наверх, например, Абхазия страдает от того, что меньше людей приезжает. В Абхазии отели и гостиницы стали снижать цены из-за низкой заполняемости. Снижение цены почти на треть обусловлено низким спросом у туристов в июне. Цена вырастет с приходом жарких дней, сообщается дополнительно. Туроператоры отчитались, что примерно 70% отелей республики заполнены менее чем наполовину. По данным АТОР, Абхазия самая дешевая страна для отдыха у моря, даже если не учитывать скидки. Путевка в три звезды с завтраком и перелетом на двоих начинается от 51,7 тысячи рублей за 7 дней 8 ночей. Ну, в принципе, то, что вот эта обозначенная цена, она не такая же, мне кажется, самая дешевая. Я думаю, в Анапе можно найти гостевые дома и подешевле. Но вот в Анапе в первом половине июня людей много. Выходим на центральный пляж. Несмотря на то, что сейчас уже время заката, по-прежнему на центральном пляже достаточно много людей. Но люди уходят с пляжа, понятное дело. Сейчас как раз-таки такое время, когда людям пора уходить с пляжа. Водичка в море стала снова прогреваться на глубине около двух метров температуры воды, плюс 19 градусов уже в среднем, на мелководье до плюс 21 градуса. Ну, где-то можно найти и, наверное, 22. Единственное, что вот день был сегодня преимущественно пасмурный. И поэтому, видимо, поэтому до сих пор мы видим людей на пляже. Люди в пасмурную погоду днем не загорали. Вот к вечеру распогодилось. И к вечеру активность на пляже повысилась. И сегодня, смотрите, какое спокойное море. Только легкий-легкий-легкий такой прибой. Водичка продолжает на центральном пляже радовать своей чистотой. Водоросли есть немного, но вы их видите, ребята и девчата? Видите? Чуть-чуть видно. На дне там Татина прячется скромно. Шокирующие новости на днях пришли из Хургады. Где акула в буквальном смысле слова съела плавающего в море 23-летнего россиянина. Я думаю, большинство из вас об этой истории уже слышали. И за предыдущие сутки я получил огромное количество вопросов. А что с акулами в Анапе? Как стоят дела с акулами в Анапе? Стоит ли опасаться похожих историй, если приезжаешь отдыхать именно в Анапу? Ну да. Плохая новость в том, что в Черном море действительно тоже вводятся существа. Акулы, катраны, их еще называют обыкновенная колючая акула, пятнистая колючая акула. Но хорошая новость в том, что эти акулы не охотятся на людей вообще ни разу. И они достаточно маленькие и говорят, что максимум, что вот эта акула-катран, обыкновенная колючая акула, или там ее называют короткопервая колючая акула, максимум, что она может сделать, это откусить человеку палец. И то, если человек будет настойчиво ей совать палец в пасть. То есть акулы не охотятся на людей, акулы-катраны в Черном море. Средственно, они никакой опасности не представляют. Поэтому беспокоиться не о чем. И тут нужно принять во внимание еще тот факт, что вот, например, в Черном море плавают дельфины. И я думаю, многие из вас прекрасно знают, что дельфины подплывают близко к берегу. Дельфины тоже не охотятся на людей. В принципе, тоже дельфины, если бы прям очень захотели, могли бы, наверное, подплыть человека и укусить. Опять же, может быть, что-нибудь прикусить, попробовать откусить палец. Но дельфинам тоже без разницы. Они не охотятся на людей, как и катраны, как и акулы-катраны. И ни дельфины, ни акулы-катраны у берегов Анапы не представляют для купающихся в море, отдыхающих в окрестах Анапы, там, витязи, ваджамате, никакой опасности. Ну, как правило, конечно, могут быть, наверное, в теории какие-то экстраординарные случаи, потому что известны, в принципе, вообще нападения дельфинов, например, на людей, в принципе, на планете Земля. Но я по Анапе, по курорту Анапы, ни одного случая нападения ни акулы-катрана, ни дельфина в районе Анапы не знаю. Для меня эти случаи неизвестны. Так что, я надеюсь, вот, ответил так разом на все подобные вопросы по поводу возможных опасений. Есть акулы, нет акул. Кого опасаться стоит при купании в Анапе? Вот, акул-катранов не стоит опасаться. А тигровые акулы, они не заплывают, не доплывают до берегов Анапы. Ни раз такого не было. Да, вот, средиземноморские, так называемые, черепахи, в порядке исключения, путем дельфования, пару раз доплывали до Анапы за предыдущие пару лет. Но это было именно в порядке исключения, и акулы не могут так долго дрейфовать. В отличие от черепах, они вообще не могут, у них нет шансов, у опасных акулов доплыть до Анапы. Никаких шансов нет. Теперь к вопросу о присутствии собак на пляже Анапы, в частности, на иностранном пляже. За предыдущие 2-3 дня я прочитал несколько сообщений, видел несколько сообщений, что отдыхающие жалуются на то, что на пляже Анапы присутствуют собаки. Ну, они говорили именно о собаках бездомных. Ну, как видите, вот эта собака на поводке с хозяином, но все равно она заходит, купается в море. Вот это, наверное, уже бездомная собака, хотя тоже как бы не уверен, метки на ухе нет. Это, в принципе, не обязательно для собак бездомных наличие метки. Так что имейте в виду по поводу присутствия собак. Да, в принципе, ну, есть такой запрет на присутствие собак на пляжах, чтобы они не несли в себе даже никакой потенциальной опасности. Но тут нужно учитывать то, что вот эти все эти передные собаки, они вообще ни разу не опасны. Ну, это то же самое, что дельфины или акула-катран. Это у нас территория лаунж-зоны, центр центрального пляжа. Безусловно, мы с вами живем не в идеальном мире. И те люди, которые требуют прямо-таки вот идеального порядка на пляже Ханапы, да, я абсолютно согласен, что собак на пляже, где купаются, загорают люди, быть не должно абсолютно. Ни бездомных, ни домашних, ни на поводках, ни чипированных. Ну да, ну, это в идеальном мире так бывает. Однако, если собаки не представляют вообще никакой опасности, вот время от времени, вот кто следит за репортажем на нашем канале, кто является уже подписчиком, допустим, с прошлого года, вы прекрасно знаете, то, что я специально иногда подхожу, вот когда вижу нескольких собак, лежащих там рядом с пляжем или где-нибудь на пляже, я специально подхожу близко к собакам и проверяю, а агрессивны они или нет. Нет, они абсолютно не агрессивны. То есть то же самое можно определять претензии, то, что на территории пляжей не должны, в принципе, заплывать дельфины. То есть где-то там должен быть пункт наблюдения, и всех дельфинов должны отгонять. Не, ну а реально, ребята, дельфины – это мощные существа. Они, если захотят, они могут причинить реальный вред человеку. Вот один из приемов дельфина – атакующий, они быстро разгоняются, ударяют своей мордой по какому-нибудь существу. Были такие случаи атак на человека, но, опять же, не в Анапе. И неизвестно, что в тех случаях делали люди. Как бы история умалчивает. То есть давайте абсолютно наравне с собаками в нашем идеальном мире абсолютно запретим дельфинов на пляже, чтобы они не появлялись вот здесь на мелководье, чтобы мы не могли любоваться ни в каких случаях. Потому что дельфины тоже несут потенциальную опасность. Друзья, выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу присутствия каких-либо существ, помимо людей, на пляжах курорта Анапа. Как вы считаете, насколько категорически нужно всем остальным существам запрещать находиться на территории пляжа? Ну, как, по вашему мнению, будет правильнее? Ну, вот так, с учетом того, что мы с вами живем не в идеальном мире, а в реальном. Ну, вот, друзья, мы с вами идем вдоль кромки моря. И вот здесь, ближе к причалу, уже видно, что водичка прям переплетает более зеленоватый оттенок. Еще одна новость. В Анапе проходят рейды по джиппингу. С наступлением сезона в Анапе начались межведомственные рейды по пресечению фактов незаконной деятельности по перевозке пассажиров автомобилями повышенной проходимости. Массовых нарушений законодательства не выявлено. В отношении одного нарушителя был составлен протокол по части 3 статьи 12.23 КОАП РФ. В течение всего курортного сезона подобные мониторинги будут проводиться на регулярной основе. Помните, что джиппинг – опасный вид экстремального горного туризма. Несоблюдение правил может стоить жизни. На территории курорта отсутствуют специальные оборудованные маршруты для экстремальных экскурсий на джиппинге. Водители не проходят предрейсовый техосмотр. В общем, имеете в виду, что тогда действительно по факту джиппинг опасен. В этом году он встречается крайне редко. Он в Анапе вне закона, как говорится. И если вам кто-то его будет предлагать в Анапе, подумайте, потому что реально может быть опасно. А мы с вами смотрим, какая водичка в море. Вот здесь на глубине полутора-двух метров. На расстоянии от берега метрах в тридцати. Здесь тины уже особо не видно. Видно, что она чуть-чуть на дне. Дно немного просматривается. Водичка мутноватая. Но как бы на этом все. И проход на причал закрыт. Кстати, еще одна новость теперь уже федерального уровня по поводу животных. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тысяч рублей за укусы животных. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями, которые предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах и зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Также устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными. Как и полагаю, дальнейшие разъяснения поступят позже. Красота сегодня какая, видите, закатная. Кажется, да, достаточно облачно, пасмурно на уровне горизонта, в районе заката. А все равно мы с вами видим закат, солнце сквозь просветы виднеется. Ну и по поводу повышения качества медицинского обслуживания в Анапе, в данном случае новость по поводу улучшения качества проживания медицинских работников. Медикам Анапы дадут 10 служебных квартир. Процесс закупки уже идет. 10 квартир за счет краевого бюджета в нынешнем году. Такое у нас впервые, сказал главный врач городской больницы Вячеслав Ушаков. Квартиры будут служебными. Кому их давать, мы будем решать, исходя из потребностей муниципального здравоохранения в специалистах, отметил Вячеслав Ушаков. Так что, вот есть определенный дефицит некоторых специалистов профильных в медицине в Анапе. И я думаю, теперь за счет такой выдачи служебного жилья, думаю, теперь этот дефицит будет как-то устраняться. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. На ближайшие 10 дней экстремальной жары какой-нибудь в Анапе, по прогнозу, погоды не будет. Возможно, жарковатые дни, жарковатые часы. Ну, до плюс 30 градусов, я думаю, жара будет доходить в пик солнечной активности. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира. Все, покедова, до новых встреч! Продолжение следует...